Какой момент просвещения вдруг обрело черты нового религиозного движения в классическом определении НРД? С празелитизмом, с мессианством, с пониманием того, что перед нами темная масса людей, которым нужно нести свет теории эволюции, которые, если завтра не узнают про достижения в исследовании нейросетей или про очередную книгу Ричарда Докинза, они просто без этого никак не проживут. Это все равно, что оставить аборигенов без священного писания, так нельзя. И, соответственно, вот этот второй этап, этап классический, сектантский, но сектантский не в смысле замкнутости, потому что наука сама по себе сектантское мероприятие, а просвещение нет, просвещение празелитическое мероприятие. Мы берем достижения отдельных сект и транслируем их широкой аудиторией. В этот момент начинает формироваться мощнейшая машинерия научной журналистики. Это становится модно и популярно, а заканчивается... Единственное, чего в этот момент не хватает, конечно, это образа врага, потому что непросвещенная масса не враг. Непросвещенная масса еда – это вот все то, куда вы несете свет Ричарда Докинза. У просветительского движения наконец-то появляется то, с чем следует бороться. Мы боремся с мракобесием. Мы не просто несем свет истины, мы еще и боремся с кафедрами теологии в технических вузах. Мы боремся с гомеопатией. Мы боремся с непросвещенностью вот этого ужасного быдла, с одной стороны, а с другой стороны, с намеренными мракобесами, которые стремятся это быдло оставить быдлом. Вот здесь это уже стало не просто мессианским движением, это стало вполне себе военизированным публичным движением популяризаторов науки, которым, в общем, свойственно, как и всем такого рода движениям, мировоззрения осажденной крепости. Вот у нас здесь свет разума, такая церковь просвещения. Мы сейчас обнесем все это стеной и будем периодически постреливать, чтобы, с одной стороны, писать коллективные манифесты ученых против гомеопатии, а с другой стороны, все же пытаться выполнять свою главную задачу – просвещение непросвещенных. Собственно, такого рода позиция, она куда ближе к историческому пониманию того, что такое мракобесие. Просветительство в России стало мракобесием в том значении, в каком ему предает Иоганн Ройхлин в начале 16-го столетия. Вот российские просветители обрели истину мира. Они обрели ее в работах Эльферда Докинза, они обрели ее в работах по биопринтингу, они обрели ее в научных писаниях, половину из которых сами не понимают. Да, потому что что такое научная журналистика сегодня? Это когда люди, которых выгнали из аспирантуры, рассказывают тем, кто не собирается в нее поступать, о том, какими классными вещами занимаются те, кто ее окончил. О том, что такое сомнение. Моя первый тезис будет состоять в том, что это ровно то, что исчезает, когда мы переходим со стадии производства научного знания на стадию его распространения на широкую аудиторию. Соответственно, вот такого рода сомнения, неуверенность, паранойя, а кроме того профессиональный взгляд, который позволяет вам не обращать внимания на все то, что может подорвать вашу уверенность в том, что да, это научное исследование. То есть то, что Бруно Латур в свое время изучал в этой замечательной сначала лаборатории и в книжке 79-го года, которая называется «Лабораторная жизнь», и позднее обобщил свои исследования в работе «Наука в действии». И то, и другое переведено на русский язык, это такие базовые вещи для социологии и науки. Это то, каким образом ученым удается убедить себя в том, что то, что они делают, это чистая наука. И поэтому, если ему себя не надо в этом убеждать, он просто не ученый. То есть если он уже точно знает, что то, что он получил, это результаты, валидные и надежные, если он не пребывает в состоянии тотальной паранойи, если не предпринимает огромное количество действий для того, чтобы доказать, что да, эта непонятная хрень действительно подтверждает или опровергает гипотезу, то он примерно представляет себе, что с ним сделают коллеги, когда он это, не дай бог, опубликует. Но в тот момент, когда этот же самый человек приходит на постнауку, дает интервью N плюс 1, приходит на слет просветителей. Ни один мускул на его лице не дрогнет. Он абсолютно уверен в достижениях своей дисциплины. У него нет никаких сомнений в том, что это и есть настоящая наука. Более того, у них нет никаких сомнений в том, что он знает, что такое вообще настоящая наука в целом, то есть не только его. То есть он, в принципе, точно знает, что всем остальным дисциплинам ему тоже есть что сказать, прежде всего то, что они не являются научными. То есть у нас популяризация наук была по-настоящему мощным движением, которое в 80-е годы называлось science wars. То есть когда представители разных дисциплин усиленно доказывают друг другу, что те не наука. Но вот в России почему-то тут на передовой оказались биологи. Я не знаю, что не так с биологией, но это ровно та дисциплина, в которой, по-моему, одна из главных задач жизни – это доказать всем остальным наукам, что они не являются по-настоящему научными. В гуманитарных дисциплинах такую функцию всегда выполняет экономика. А в science wars в 80-х годах в Штатах это, конечно же, физика. Знаменитая работа Сокала Брикмона, смысл которой сводится к тому, что мы, конечно, прогуляли курсы по философии и науке, но это не помешает нам сейчас сказать вам, что вы все лохи. Собственно, в социологии попытки ответить на этот вопрос. Вопрос о том, что происходит в тот момент, когда мы начинаем транслировать знания, в котором сами не уверены, посредством людей, которых сами выгнали из аспирантуры, широкому кругу людей, которым это все до лампочки, в какой момент исчезает сомнение, в какой момент исчезает вот этот базовый конститутивный элемент научного производства. Если мы допускаем вот эту довольно устаревшую модель о том, как связана близость к производству знания и информированность о некотором научном знании, то то, что мы наблюдаем в последнее время в России, и то, что довольно хорошо описано в социологии общественного мнения в Штатах в 90-х годах, как раз когда вот этот пик научных войн, это то, что произошла очень сильная дифференциация вот этого периферийной группы. Выделилась полупериферия, которая и по степени информированности, и по степени заинтересованности, куда ближе к first-hand. То есть эта группа, которую Ивар Максутов, мой хороший друг и создатель проекта «Постнаука», называет «Сайнстеры». Это «Сайнс-хипстерс». Это ваши читатели, да? И кто-то из вас тоже, по-видимому. Люди, которые, просыпаясь каждое утро, прежде всего в Фейсбуке, обнаруживают, значит, все цитаты Ричарда Докинза, лайкают их, это такая религиозная месса, и идут писать свои курсовые, ну или что там сейчас пишут в 10-м классе. Соответственно, это люди, которые ни разу не были в лаборатории, но готовы убивать за биопринтинг. Люди, которые никогда не читали Канта, но знают, что баденское неокантианство – это круто. Это удивительная группа людей, которая по степени вот этой, значит, академической нахватанности, в принципе, уже довольно сравнима с научной журналистикой. А главное, это очень большая группа. Она куда больше, чем те люди, которые занимаются производством знания, и те люди, которые об этом производстве знания рассказывают вместе взятые. У нас формировался целый класс людей, хорошо различимый, на наших массивах, репрезентативных по стране, которые, в принципе, обрели истину научного миропонимания, не имея никакого прямого доступа к производству знания. Он им, собственно, и не нужен, потому что есть постнаука, троицкий вариант, премия-просветитель и огромная книгопечатная программа, которая объясняет им, как на самом деле устроен мир. От лица той или иной дисциплины. Ну, все же понятно. И поэтому половина из них, вооружившись цитатами из лекции биолога Александра Маркова, рассказывает, что свободы воли не существуют. А зачем еще смысл биологии? В чем? Вы думали, чтобы понять глубоко внутренние биологические проблемы решить? Нет. Для того, чтобы ответить на вопрос о свободе воли. Наука основана на принципе причинности. Мы считаем, что если что-то происходит, значит, есть причины. Это распространяется и на нашу психику. Если мы как-то поступили, так, а не иначе, то на это были причины. Что это за причины? Это могут быть причины во внешней среде, которые вынудили нас так поступить. Это могут быть внутренние причины. Мы, я такой человек, что я вот так поступил, сделал такой выбор. А что значит, я такой человек? Значит, мой мозг так устроен, мои нейроны, под действием генов, среды, воспитания и случайности сплелись в такие сети, что я в ответ на такую-то ситуацию принимаю такое-то решение. Если есть причины, нет свободы. Принцип свободы воли, понимаемый вот так, как абсолют, противоречит принципу причинности. Из этого вообще говоря следует, что материалистическая наука должна признать, что свобода воли – это иллюзия. Это эволюционно. А на самом деле мы биороботы, поведение которых определяется устройством нашего мозга. Мозг меняется в ходе обучения и так далее. У нас есть иллюзия «я» – самосознание, и у нас есть иллюзия того, что мы сознательные деятели. Мы обладаем некой свободой воли. Но если подумать, а что такое свобода воли? Это что, некая беспричинная, нематериальная сущность? Но на самом деле изучение мозга убеждает нас в том, что нет. Что все там материально, и, соответственно, это такое секретное знание, но, по-видимому, это иллюзия. И на самом деле мы… на самом деле все имеет причины, наши поступки тоже, и значит, и значит, свобода воли – это некий вот такой самообман, адаптивно выгодный. Но это не снимается на соответственность. Заслуженный ученый в прошлом. И у него как раз такая лекция, ну, прям очень хорошая, про расшифровку ДНК, после чего он понимает, что, в общем, кажется, немножко углубился в собственную математику, а зал забит, там было какое-то бесконечное количество народу просто. Он глядел, аудитория сказала, вы знаете, вы не обязаны понимать то, что я говорю, но вы обязаны этим интересоваться. Вот это кредо сайнстерского поведения. Мы не обязаны понимать то, что вы говорите, но мы этим безумно интересуемся, потому что, ну, понятно, теория эволюции – это религиозная доктрина. Дисциплина характеризуется тем, с какой процент ее представителей считают, какой процент других дисциплин несуществующими. Это очень сильный показатель. Поэтому, да, например, молекулярному биологу ничего не стоит прийти из позиции вполне себе непросвещенного быдла и сказать, да вы что, серьезная экономика? Да это фейковая служанка продажного капитализма. То есть, что в биологическом образовании дает людям такую невероятную уверенность, позволяющую сказать, что наука, а что нет? 99% из них прогуляли курсы по философии науки в аспирантуре, а оставшийся процент его не прогулял, но ненавидел. Давайте вернемся к моделям. Окей, мы выделили целевую группу, которая нас интересует. Теперь, то, что сделал Дональд Маккензи и то, что сделали как раз те, кто занимаются исследованиями научного знания в социологии, они построили другую модель. Они построили модель, и это как раз тот период, когда только-только начинается вот эта массовая медийная популяризация, которая соединяет два параметра. один — это та самая информированность, то есть то, что люди знают о ГМО, то, что люди знают о социологических опросах и тому подобное, а с другой стороны это как раз тот самый уровень сомнения, уровень неуверенности или то, что часто называют уровнем диссенсуса. Но диссенсус — это как раз коллективное сомнение, а популяризация — это производство несомненности. Ни один нормальный популяризатор не начнется с того, что, вы знаете, кажется, ГМО безвредный, но это не точно. То есть нет таких статей. Кажется, человек произошел от обезьяны, но это теория. То есть нет. Вам при этом нужно обязательно транслировать несомненность в полученных не вами результатах. Соответственно, вот здесь стоят зелоты. Это люди, задача которых устранение того сомнения в полученных данных, того сомнения в использованных методах, того сомнения в разработанных теориях, которое является неотъемлемой чертой научного производства. Вот это такие убийцы сомнения. То есть вот в этой точке должно быть все чисто. Это научный результат. Это доказано наукой. Понимаете? Сейчас идет огромный судебный процесс из-за использования результатов криминологической экспертизы в Штатах. Потому что стандарт доказательства в науке, который используется как более жесткий, чем стандарт доказательства в суде, а потому научные доказательства всегда судом воспринимались как solid base. Сейчас выясняется, что там стандарт доказательства гораздо меньше, чем в юридическом процессе. Получается, что юридическая практика в качестве несомненного использует доказательства, полученные очень сомнительными способами. Теперь, а дальше вот за этой зоной зелотов там уже начинается разнобой, потому что вот тут вот то самое веселое непросвещенное быдло, которому абсолютно по барабану на ГМО, это может быть с равной степенью и научный продукт, это может быть с равной степенью и метка дьявола, все что угодно. Но нас интересует вот эта зона, зона тотальной несомненности. И выясняется, что в принципе люди, которые сегодня поддерживают научно-технический прогресс, которые считают, что в ближайшей перспективе научно-технический прогресс позволит решить основные проблемы человечества, что научно-технический прогресс позволит бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, А кроме того, поддерживает скорейшую, вот это мне понравилось из последнего вопроса, скорейшую замену судей роботами. То есть у нас уровень поддержки робота-судьи в России выше, чем там, где такие эксперименты действительно ведутся. То есть четверть страны готова заменить судей роботами уже завтра. Соответственно, и дальше мы связываем это с разными параметрами, в том числе, например, с религиозными. Выясняется, что люди, которые поддерживают научно-технический прогресс, люди, которые абсолютно религиозные по своим основным ценностным паттернам. То есть у нас вполне себе такая научно-техническая религия. Вот то самое поколение сайнстеров, о которых мы говорили, это поколение людей, которые думают, что наука состоит из фактов, из законченных высказываний. Более того, оно состоит из фактов, в которых нельзя сомневаться, потому что мы же знаем, человек произошел от обезьяны, это научно доказанный факт. Чуть-чуть некоторую часть, к сожалению, выступления пропустил, потому что там нужно было отлучиться. Поэтому, может быть, ответ где-то звучал, и, может быть, я сейчас скажу что-то, что вы уже разбирали, я не знаю. У меня отложилось некоторое впечатление, что у вас есть некоторая такая дихотомия, что либо мы пропагандируем сомнения, либо вот факты. Но на самом деле мне кажется, что эта дихотомия ложная, потому что на самом деле на каждое утверждение можно повесить некоторую степень его несомненности. Молайкла воды имеет форму H2O, это достаточно вещь, которую можно сказать без особых сомнений. А, допустим, вопрос о том, имеют ли человек и обезьяны общего предка, тоже не имеют, в общем-то, особых сомнений. А вот вопрос, например, о том, насколько мы родственны неандертальцу, это вопрос более, может быть, спорный, есть какой-то диапазон правильных ответов. Но, допустим, точно не 100 миллионов лет назад мы с неандертальцами разошлись, это точно неверное утверждение. Соответственно, когда человек рассказывает про науку, мне кажется, адекватным подходом, это там, где есть сомнения, говорить о том, что они есть, и насколько они действительно сомнения, там, где сомнений нет, то есть, а, собственно, почему бы не сказать, что в данном случае вопрос, в принципе, полностью диверсионный. В данном случае, в том, что вы свели сомнения, да, это как раз то, о чем у нас была речь, к так называемому дисциплинарному сомнению. Дисциплинарное сомнение – это сомнение в достоверности. Но есть, как бы, есть такая простая вещь. Большая часть высказываний, которые сделают экономисты, исходящие из выполнения классического представления о теоретационального выбора, будут абсолютным бредом для социолога. Точно так же, да, то есть мы в этот момент сталкиваемся с кросс-дисциплинарным сомнением. Кросс-дисциплинарное сомнение – это представление о том, например, что, вот, как бы, включение, ну, простой пример, Стив Фуллер, книжку которого позавчера перевели, наконец-то, у нас, это человек, с которым перестали здороваться, потому что он выступил в суде по поводу, как раз, преподавания теории эволюции в школе, с утверждением о том, что с точки зрения социологии знаний между креационизмом и теорией эволюции нет разницы. С точки зрения социологии знаний между креационизмом и теорией эволюции нет разницы. Поэтому, когда вы говорите про несомненность внутри определенных… Да, я знаю, что я затронул больные струны, но я делаю это определение по-своему, полгода часов. Поясните, что имеется в виду… Что в том и в другом случае есть некоторый язык описания этого мира, и в том и в другом случае в рамках этого языка есть несомненные суждения. Суждения, которые являются несомненными для теории эволюции, точно также будут довольно сомнительны, например, для представителей других языков описания. Мы изучаем языки. И то, как внутри данных языков производится несомненность. Опять же, возьмем экономику, политологию, социологию, потому что понятно, что теория эволюции вас сейчас всех бомбанет, это прекрасно. Но есть экономика, социология, политология, внутри которых производятся некоторые несомненные суждения. Все они абсолютно сомнительны для представителя смежных двух дисциплин. Вы понимаете, ни одного высказывания внутри экономики, которое для определенной группы экономистов, являясь несомненным, даже внутри экономики получит огромную критику. За прошлой неделе про ректор… Одну секунду я закончу. Я не понимаю ничего, что вы говорите, вообще ни слова, если честно. Можете популяризовать это, пожалуйста, более простым языком для биолога? Нет. Я реально не понял, просто ни слова. Ответ мне жаль. Удачи. Ну, по существу, почему вы решили так жестко, прямо в самом средоточии научных просветителей, обличить их во всех смертных грехах, а самое страшное в некоторой форме новой атеистической религиозности? Да, но это далеко не первая лекция, где я выступаю с такой позицией, в том числе благодаря премии «Просветитель», на которую в свое время меня номинировали, о чем сейчас мои критики стараются не вспоминать, делая вид, что я не имею никакого отношения к просветительскому движению. Я не отчасти права, я стараюсь не иметь ни к нему никакого отношения сегодня. Собственно, моя позиция в данном случае состоит в том, что в тот момент, когда мы переходим из региона науки, где мы ищем истину, где мы заняты как раз попыткой ответить на вопрос, как на языке нашей дисциплины устроен этот мир, появляется довольно забавная ситуация. С одной стороны, никто не будет пересказывать научные аксиомы и показывать, как работает та или иная дисциплина. Никто не будет говорить в этот момент, что в когнитивной психологии, скажем, сегодня идет фатальная борьба между двумя крайними лагерями по поводу того, вообще можно ли локализовать психические функции в мозге. Когда мы выходим в регион научной публицистики, мы все с уверенностью говорим, мы теперь больше знаем про то, как мозг нас обманывает. Научная публицистика, и поэтому я бы просил не смешивать просвещение как большой культурный проект и медиатизацию науки последних лет, в которой мы все в данную секунду принимаем участие, не знает сомнений, она не знает конфликта языков описания, она не понимает, в какой степени на самом деле то, что мы уверенно называем фактами, является теми конструктами нашего разума, которые стали возможными благодаря нашей аппаратуре взгляда, нашей методологии. В этом смысле, например, сложно себе представить, чтобы историк пришел к физику и сказал, вы не настоящая наука, вы в архивах не сидите. Чтобы социолог пришел к биологу и сказал, вы вообще не настоящая наука, вы не проводите опросы. Но при этом физико-биолог с легкостью, который особенно перешел на сторону популяризации, говорит, есть единый научный метод. Это тот метод, который позволяет нам устанавливать объективную истину. И наша задача сегодня – доносить эту истину до непросвещенных масс. И в таком случае у нас получается такая тотальная подмена научного сомнения с циентистским фундаментализмом. И в конфликте с циентистского фундаментализма с религиозным мракобесием, честно, да, то есть я, вот если можно, 50 грамм коньяку, я посмотрю. То есть в этом смысле… А если 100? Если 100, я боюсь, что это затянется, поэтому можно сразу 150. Мракобесная борьба с мракобесием, лженаучное отрицание лженауки, она не вызывает симпатии. И никакой солидаризации в данном случае невозможно. Но объективная истина существует? Объективная истина существует в рамках языка той дисциплины, в которой она получена. Объективная истина объективна настолько, насколько ваш язык описания, ваша дисциплинарная аксиоматика делает нечто фактом. То, что будет фактом для экономики, не будет фактом для социологии. И наоборот. Спасибо. Считаете ли вы, что это вопрос консенсуса или нет? Это очень хороший вопрос, потому что, когда сейчас в интернете разворачивается тотальная травля мифических постмодернистов, и люди, которые не имеют представления о том, как устроена вообще история, философия и науки, объединяют под рубрикой постмодернизм и любые формы релятивизма, я отвечу в данном случае, конечно же, нет. Потому что то, что называется предмет консенсуса, это так называемый социологический релятивизм. То есть тот, который предполагает, что истина объективна лишь относительно консенсуса научного сообщества. Но это не так. Истина объективна относительно того языка дисциплины, той теории, той концептуальной модели, в которой мы в этот момент находимся. Когда мы ставим вопрос о просвещении, надо хотя бы понять, что мы под просвещением понимаем. Просто если следовать традиции интерпретации просвещения, которая идет, не знаю, от Канта к Мишелю Фуко, то просвещение — это критическое вопрошение относительно собственных оснований. Или применительно к нашей дискуссии относительно собственных несомненностей. А если то, что называется просвещением, превращается в конвейер по производству несомненностей, то здесь надо действительно поставить вопрос, с чем мы имеем дело. С просвещением мы имеем дело? Или же с каким-то, не знаю, конвейером по производству неких вот истин, которые кто-то вещает, знаете, ученые доказали, там британские ученые установили, не знаю, как там армянское радио сообщило. Вот примерно вот в таком качестве, и, соответственно, человек, на которого вот это вот все обрушивается, он, видимо, должен стать, как, я не знаю, в какую позу слушаюсь и повинуясь. Да, вот мне сообщили последнюю истину. Все, я, как сказать, должен... Понять ее не могу, потому что я, например, ни математик, ни физик, не знаю. Но вот мне ее сообщили, я должен по этому поводу каким-то образом выражать свою невероятную лояльность. А если начинаю сомневаться в том, что мне говорят, то, соответственно, я превращаюсь в мракобеса, абскуранты. Я бы хотел вернуться к тезису о том, что наука действительно основана на доверии, и проститическое движение тоже основано на доверии. Если мы не доверяем людям, которые нам рассказывают о науке, которые мы, в принципе, наверное, какие-то области никогда не поймем, то все рушится. И отсюда дельное замечание, что давайте все-таки по темам будут выступать специалисты, люди, которые в этих элитарных сюжетах разбираются. А когда получается, что у нас появляются какие-то универсальные просветители, которые у нас и об обществе, и о религии, и о каких-то там полосатиках, о чем чем угодно. И при этом, когда приходят специалисты и говорят, ребята, остановитесь, вы что делаете? Следуют ссылки на Википедию, следуют ссылки, что есть какой-то, видимо, заговор гуманитариев, который, видимо, официальная наука скрывает. Вот заговор гуманитариев, которые не позволяют группе, там, не знаю, биологов или физиков сказать правду, значит, об этих самых гуманитарных науках. Следуют ссылки на каких-то, простите, просто клоунов, типа Сокала и Брикмана, которые что-то там опровергли. Которые выполняют функцию философии для физиков. Замещают. И сразу возникает у меня вопрос, окей, ребята, если вы вот так говорите о том, в чем я разбираюсь, то что же вы говорите о том, в чем я не разбираюсь? И стоит ли вам доверять? Может быть, мне послушать кого-то другого? А потом люди удивляются, почему просвещение не действует, почему люди не доверяют ученым? Вы абсолютно правы, что есть проблема консенсуса и доверия. И, собственно, то, о чем я говорил в той скандальной лекции, как раз было связано с тем, как распределяется доверие. Это так называемая кривая Маккензи, которая показывает, что внутри научного сообщества по тому или иному вопросу всегда есть высокая степень диссенсуса, потому что люди понимают, что это всего лишь столкновение нескольких моделей, которые могут быть предельно неэффективны. Но по мере того, как происходит удаление от научного сообщества, собственно, там, где находятся популяризаторы, которые сегодня пытаются выполнять аналогичные функции кураторов в современном искусстве, как бы это хороший художник, это плохой художник, этого мы выставим в галереи, сюда ходите, это правильная наука, а это гуманитарщина какая-то. Соответственно, падает этот уровень сомнения и возникает зона тотальной несомненности. Зона тотальной несомненности возникает не у последнего сегмента, третьего, те, кто вообще по барабану, что там в науке. Зона тотальной несомненности это результат деятельности вот этих людей, стоящих между наукой и миром. И в этом большая проблема, потому что сегодня базовая формула, и мы возвращаемся к проблеме языка, потому что невозможно отделить проблему консенсуса от проблемы языка. Формула просветительского высказывания, это формула говорить от лица науки, но не на ее языке, о том, как устроен мир. Соответственно, просветительское движение, это движение, которое от лица науки говорит о мире, а потом предъявляет науке некоторый спрос от лица мира. Вот это такие посредники между. В этом смысле, да, меня сейчас можно обвинить в избыточном обобщении, но даже в нашей сегодняшней дискуссии это хорошо показывает мракобесов. Хотя уже не очень понятно, что такое мракобесие. Это дословная церковнославянская модель перевода обскурантизм. Изначальная идея мракобесия – это люди, не сомневающиеся в собственных основаниях. Термин, который возникает в результате конфликта на тему сжигать или не сжигать иудейские книги, и вот, собственно, те, кто говорят, что их надо сжигать, потому что они подрывают уверенность в собственных основаниях добрых христиан, это мракобесы, кионские догматики. Соответственно, мой-то как раз изначальный тазис состоял в том, что в тот момент, когда мы начинаем уверенно говорить о том, что такое наука, а потом уверенно говорить, что мы знаем, что нужно обществу, и мы пытаемся выполнять функцию посредников между ними, вот в этот момент это мракобесие. Несомненно, но вот дальше возникает проблема. Есть реальность, порожденная языком здравого смысла в голове обывателя, есть реальность, порожденная языком наших дисциплин в наших собственных головах, когда мы действуем как ученые. Но в этот момент выходить из своей дисциплины и говорить, ну это же реальный объект, А это реальный объект. Это реальный объект. Для теолога Бог – реальный объект. Соответственно, реальность объекта – это то, что утверждается оптикой, через которую вы на этот объект смотрите. И нельзя всё время сбрасывать со счетов тот факт, что мы глубоко укоренены в культурах и языках своих дисциплин. Наши аксиомы – это аксиомы наших дисциплин. Междисциплинарность – это миф куда худший, чем мракобесие. Но тогда просвещение вообще невозможно. Я плавно подводил к этому тезису. Спасибо, что вы его озвучили. Вы знаете, я вот сейчас слушаю весь разговор, и меня очень напрягает слово «истина». Потому что я редко, мало могу назвать других слов, более пригодных для обмана. Это же такой чисто философско-религиозный конструкт, который был придуман для того, чтобы действительно говорить о чём-то с несомненностью. То, что его стали использовать в науке, это в некотором смысле наследие того, что наука когда-то выросла из религиозного дискурса. Но это не значит, что само это понятие надо тащить за собой. Есть такие, как бы сказать, локальные употребления слова «истина». Например, истинностное значение в логической алгебре. «Истина» — ложь, там, единичка-нолик в компьютере. Это нормальный использование слова «истина». Замечательный математик и поэт Евгений Бунимович, автор школьных учебников, придумал гениальную формулу. «Истина» для пятого класса. Во, правильно говорить. Эффективная модель, работающая модель в конкретной ситуации. Например, поэтому у нас летают самолёты, что мы пользуемся эффективной моделью. В этом смысле она истина. Между прочим, если мы будем пользоваться неэффективными моделями, сильно неэффективными моделями, то, скорее всего, мы сильно пострадаем, а, может быть, и умрём. В этом смысле... Я вас утешу, что мы умрём в любом случае. В этом смысле... Ну, быстрее умрём. Может быть, очень быстро. В этом смысле мы не столько боремся в той же науке за истину, сколько мы боремся за то, чтобы нам выжить. Выжить немножко подольше и немного получше. В этом смысле наука представляет цену.